Люди с регионов звонят, вчера звонили, даже дают советы по лечению. В общем, все сильно волнуются, что сегодня происходит с Николаем Николаевичем. Ну, с Николаем Николаевичем сегодня происходит нехорошая ситуация, что он лежит в больнице, что касается его состояния, но здесь тяжело сказать, средняя тяжесть, оно или все-таки тяжелое, потому что по информации врача, сегодня только первый день Николай Николаевич непродолжительное время смог обходиться без кислородной маски. Но единственное, что положительно в этой ситуации, что не наступило никакого ухудшения, и все-таки врач считает, что прослеживается такая робкая, но положительная динамика. Будем, естественно, надеяться на то, что для Николая Николаевича все закончится хорошо, что он выздоровеет, что он отправится от этого заболевания, что он восстановится и опять будет вместе с нами. Ну, а что касается причины этого заболевания, я, конечно, не врач, но я думаю, что все прекрасно понимают, что в первую очередь из-за чего все болячки, все вирусы, да, пристают к человеку. Это в том случае, если у человека, естественно, страдает иммунитет, если у человека понижен иммунитет. Естественно, Николай Николаевич 8 месяцев находится в заперти, и говорит, что это прибавило ему здоровье, прибавило ему иммунитет, но это значит издеваться над человеком. Естественно, за это время у него здоровье ухудшилось, общее состояние здоровья, естественно, у него иммунитет, ну, наверное, вообще там, если не ноль, что-то около этого, да, иммунитет ужасно снизился. И потом, как я ведь говорил, что, когда ему посоветовали в аппарате уполномоченного по правам человека, его супруги Анжелики Егоровни посоветовали, чтобы Николай Николаевич гулял на балконе, да, то, конечно, гулять на балконе очень затруднительно, потому что балкон маленький, на нем какие-то вещи стоят, ну, и сами, как вы все понимаете, представляете, гулять на балконе. Николай Николаевич стал по-другому делать, он стал просто широко открывать окна, чтобы в квартиру поступало как можно больше свежего воздуха, и вот как раз, как он считает, что, в принципе, такое могло быть на самом деле, что его именно продуло как раз в один из дней, когда он задремал около открытого окна, вот, и он, в принципе, почему исписывал сначала это все на бронхит, потому что, ну, как говорится, поспал у открытого окна, и вдруг почувствовал недомогание, кашель, температура поднялась и так далее. Самое интересное, что когда пришел участковый врач, то участковый врач, осматрив его, сказал, что это действительно острый бронхит. Но, видите, получилось немножко все опаснее, немножко все сложнее. Немножко опаснее. Какой диагноз ему ставят сегодня практически? Я не хотел бы сейчас, скажем так, обсуждать его диагноз, но заболевание связано с легкими. Вот, поэтому подозрение, скажем так, подозрение на пневмонию, потому что здесь вот сторонники, я видел на красном радио выступала одна сторонница Николая Николаевича, она давала более такую четкую оценку его диагнозу, но, к сожалению, я статусом адвоката довольно-таки сужен в том, чтобы давать какие-то... Ну, одним словом, не могу сейчас во всеуслышание и не хочу обнародовать этот диагноз. Но я думаю, в принципе, все, как говорится, догадывают, что это могло быть, если это связано со снижением иммунитета. Вот, что еще хотел бы сказать по поводу постановления Басманного суда. Да, в порядке, в операционном порядке нами обжалованы, нами стороной защиты обжалованы постановления Басманного суда, которым Николаю Николаевичу была продлена мера пресечения в виде домашнего ареста. Дата заседания в московском городском суде по нашей жалобе еще пока неизвестна, но периодически я захожу на сайт суда, чтобы посмотреть все-таки, когда там будет указана дата судебного разбирательства. Дата не указана, но самое интересное, есть там такой раздел «Информация по делу». И как раз вот по этому делу стоит информация, указано, что действительно 23 декабря 2020 года вынесено постановление в отношении Платошкина об удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока домашнего ареста. И жирно стоит такое примечание. «Публикация запрещена». То есть обычно постановления, которые выносят суд, они подлежат опубликованию, то есть их можно, этот файл, открыть на сайте, посмотреть, текст посмотреть этого постановления. Но вот именно это постановление в отношении Николая Николаевича «Публикация не подлежит, его публикация запрещена». Судя по вашей практике. «Публикация не подлежит, этого постановления». Но вот именно это постановление в отношении Николая Николаевича «Публикация не подлежит, его публикация запрещена». Судя по вашей практике, в каких случаях не дают публиковать материалы? Судя по моей практике, по предыдущим делам, это когда что-то связано с какими-то должностными лицами, в отношении которых продлевают меру пресечения, которые занимают какие-то серьезные должности или занимали, точнее, в государственных структурах, либо когда это связано с государственной тайной. Но здесь мы с вами знаем, что Николай Николаевич в государственных структурах никакую должность на момент его задержания не занимал, и уж о государственной тайне здесь говорить не приходится. Но если только суд не считает государственной тайной, то мнение, которое высказывал Николай Николаевич во всеуслышании, которое явилось основанием для привлечения уголовной ответственности. Александр Сергеевич, вот вы говорили о том, что вы почти уже закончили знакомиться с материалами уголовного дела, и вот каждый раз в эфире вы нас удивляете формулировками следователей о том, что Николай Николаевич, например, угрожает системе ценностей этого общества, о том, что он виновен в побуждении к установлению вот этого социалистического строя. Вот что-нибудь еще подобное появилось за это время в уголовном деле? Вы знаете, там, что неформулировка, то, как говорится, повод для того, чтобы либо загрустить, либо, наоборот, развеселиться, да, тут, знаете, как говорится, от смешного до грустного один шаг и наоборот. Я уж сейчас и перечислять все это, наверное, не перечислю, там много чего, но такое ощущение, я не знаю, что вот то ли ради смеха эти формулировки указывают, то ли вот ради того, чтобы как-то вот поиздеваться над человеком, но, скажем так, с ужасом для себя я себя ловлю на мысль, что когда знакомишься с материалом дела и читаешь все эти формулировки, уже на 25 томе начинаешь привыкать к тому, что без конца фигурируют эти формулировки. То есть, понимаете, конечно, вот мы не до конца ознакомились с материалом дела. Почему? Потому что Николай Николаевич изъявил желание окончить ознакомление дела совместно со своими защитниками, потому что мы, в принципе, когда следствие было окончено и мы были уведомлены о том, что можем ознакомиться с материалами дела, то мы изъявили ходатайство все, включая Николая Николаевича, чтобы мы знакомились как совместно все, так и раздельно, то есть по выбору, естественно, Николая Николаевича. И так получилось, что до сегодняшнего дня мы знакомились все равно совместно, раздельно никто не знакомился. И когда Николая Николаевича госпитализировали, мы тоже решили, и, в принципе, Николай Николаевич так тоже пожелал, чтобы все-таки окончили это ознакомление, мы тоже все совместно. Поэтому мы ждем сейчас все защитники выздоровления Николая Николаевича, чтобы он опять вернулся домой, и тогда уже мы продолжим, или точнее сказать, наверное, окончим уже ознакомление с материалами дела в полном объеме. А что касается диагноза, я просто, поймите меня правильно, с одной стороны, я нахожусь тоже в затруднительном положении, с одной стороны, действительно, я понимаю, что людям очень интересно знать, какой у него диагноз, и интересно не из-за какого-то праздного любопытства, а что люди переживают, безусловно, но, к сожалению, все-таки есть такое понятие, как адвокатская тайна и врачебная тайна. И вот адвокат, знаете, всегда находится на грани, всегда хочется сказать то, что ты хочешь сказать, то, что думаешь, но всегда боишься перейти вот эту какую-то черту и сказать то, что может уже нарушить законные права и интересы твоего доверителя. Потому что, когда перед госпитализацией Николай Николаевич думал так, потом он может подумать иначе, и обычно всегда, когда есть связь с подзащитным, то прежде чем высказываться о диагнозе подзащитным, адвокат, как правило, всегда спрашивает согласие или разрешение на это подзащитным. Здесь у меня есть определенные инструкции, которые он мне дал еще тогда, когда он находился дома с бронхитом, но с учетом изменившейся обстановки я не получил какого-либо от него согласия на то, чтобы именно досконально озвучивать его диагноз. Поэтому прошу меня правильно понять и, может быть, где-то простить, что я не могу его сторонникам, тем людям, которые за него переживают, более полно осветить то, что с ним сейчас происходит. Субтитры создавал DimaTorzok